Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Такая обложка Изображен сам Кинг Пин Он же Амбал и сам Человек-паук А с корешка выглядит Вот так Удивительный Человек-паук Сзади С задней стороны Большими буквами Небольшое описание Девушки отдыхают Это что касается Самого издания Ну а теперь, собственно, о самом комиксе Вот довольно-таки интересный разворот, да, такая, как видим, маски Человека-паука Здесь такое, как в виде луны, можно сказать, на паутине Человек-паук И здесь такое небольшое вступление от Дэна Слота, собственно, который у нас пишет Amazing Spider-Man Ранее писал Superior Spider-Man, довольно-таки неплохой автор, мне лично его комиксы нравятся И вот это предисловие от него, да, что комикс крутой, что его нужно прочитать Но это я вам так вкратце перевожу Ну и, собственно, я согласен с Дэном Слотом, комикс мне понравился И сразу, что бросается в глаза, это такой отличный рисунок Здесь у нас такой Kingpin модненький, да, в такой, как можно сказать, гавайской рубашке В красной, но вот рисунок реально шикарный Чем-то он мне напоминает работы Либер Мехо от DC Comics И напоминает рисунок из комикса Marvel Чудеса, который у нас выходил в Marvel Ларшет Вот классно нарисован сам Паучок Ну и что касается самого сюжета То сюжет у нас закручивается вокруг того, что за Питером Паркером начинается какая-то охота Но он сам не знает, кто на него ходится Вот здесь можно видеть такие, как спецназовцы его пытаются захватить И выясняется, что у Питера Паркера есть, оказывается, сестра Ее зовут Тереза Паркер И она пытается как бы спасти Питера Хотя он сам себя ведь и может спасти Но она не знает, что он Человек-паук И вот они вдвоем пытаются разузнать, кто, собственно, на них охотится В общем, вокруг этого всего у нас и будет сюжет Дальше я вам спойлерить не буду, а то неинтересно будет читать Но из врагов тут у нас присутствует, конечно, мало Это, собственно, сам, как понятно, уже Kingpin И такой бандит, как Циклон Напоминает мне чем-то бумеранга, если честно И самое такое интересное, что действие у нас будет происходить не в Нью-Йорке, как обычно Питер Паркер борется с преступниками А будет оно, в частности, в Северной Африке В Песках, в Египте Вот это мне очень понравилось, что как бы локация поменялась А то обычно про Питера Паркера у нас все в Нью-Йорке, да в Нью-Йорке А тут у нас вот так занесло его в Африку Вот так же у него здесь будет такой черный костюм, как знаете, Веном, когда в него вселялся В общем, комикс мне понравился, рекомендую всем, кому нравится Человек-паук Прочитать Отличный как бы рисунок у комикса Из одного рисунка тоже можно вот его приобрести Ну и давайте посмотрим, так сказать, на небольшие тут дополнительные материалы Тут, собственно, об авторах Марк Уэй, да, который у нас с Рыви голову еще довольно-таки неплохую Написал за кулисами, собственно, как наброски выглядят И как это уже в готовом варианте в комиксе Никаких тут постеров, ничего там альтернативных обложек никаких нету И вот тут довольно-таки интересно Это, собственно, дизайн обложек, различные варианты И вот мне больше всего нравится, если честно, не вот эта классическая, да, которая сейчас Вот у нас, собственно, эта обложка Вот мне нравится, даже тут можно сказать, как в стиле GTA Видите, такой шрифт, похожий на из GTA Ну, я бы, наверное, взял либо вот такую на финальную обложку Либо Вот эта довольно-таки неплохая Ну, наверное, вот эту бы выбрал Мне кто-то больше нравится Но выбрали вот эту Это что касается вот дополнительных материалов Их довольно-таки мало И вот на этом у нас заканчивается, собственно, комикс Стоимость его, кстати, обошелся у меня в 650 рублей Дороговато для такой тоненькой книжечки Но она того стоит, как бы, сам комикс Само качество издания комикса и сам, собственно, комикс Стоит этих денег В общем, рекомендую всем фанатам Человека-паука Ну, вот, собственно, и все Всем спасибо за просмотр Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok